Всем привет, дамы и господа! Сегодня я вам расскажу о колясочке от компании Espiro. Моделька называется Milo. И что интересно в этой коляске, друзья? На самом деле, в последнее время, как и у нас в России, китайские автомобили завоевывают полностью наш рынок и пытаются даже каким-то образом попасть в премиум сегмент. И даже иногда у них что-то в этом направлении получается. Так и интересное что-то происходит в колясках, потому что польские бренды начали метить в премиум сегмент. И у них это лучше получается, чем у китайских автомобилей в премиум сегменте. Намного лучше. И вот сегодня мы рассмотрим своего рода такой премиум сегмент от Польши от бренда Espiro. Колясочка, напомню, Milo называется. И на самом деле у них очень хорошо получилось сделать эту коляску и она... Ну, убрать надпись, что это Польша. И я никогда в жизни бы ни к чему здесь на самом деле бы и не придрался. Очень достойный вариант. Но, друзья, он и не дешевый вариант. Они вот знают за что. Что хотят получить свои денежки. Сделали очень неплохую коляску и стоит она немало. Ссылочка на нее будет внизу в описании, напомню. После обзора полностью досмотрите. Поймете, что за зверь такой. И можете пройти посмотреть. А я вам сейчас вводные данные назову. Технические характеристики краткие. Полные внизу по ссылке. Посмотрите. Производитель дает гарантию на колясочку год. Причем очень хороший сервис. Очень лояльная компания на самом деле. Все окей у них. Вес с люлькой, друзья. 11,5 килограмм. Одна из самых легких и полноразмерных колясочек. 12,1 килограмм она весит с прогулочным блоком. Но блоки обычно всегда потяжелее, чем люльки сделанные. И даже при этом она всего 12 килограмм весит. 110-170 градусов. У нее наклон в прогулочном блоке. Это мы увидим. Ширина колесной базы здесь, друзья. 59 сантиметров. Это узенькая коляска. Размер люльки здесь просто прям вот огромный. 75. Это не самый выдающийся показатель. Есть и 80 люльки. Но это очень огромный. На 75 за глаза. Она 37 в ширину. При обычном размене 32-33 ширина. Обычная. Тут 37. Очень просторная люлечка и большая получилась. И вес она выдерживает уже по классике, как и большинство колясок, 22 килограмма веса ребенка. То есть колясочка раньше станет не нужна, чем ребенок будет весить 22 килограмма. Это 100%. В общем, друзья, вот люлечка. Начинаем изучать с нее. И сразу скажу по тканям, друзья. Не просто так она стоит. Такую небольшую, но кучу все-таки денег. Ткани офигенные. Очень приятные. Мягенькие. Ткани качественные. Пошито все ровненько. Строчка ровная. Ноль претензий, друзья. Они постарались сделать очень хорошо. Ткани отличные. В козырьке у нас есть вот такая вот дополнительная секция. И чтобы ею воспользоваться, нужно у нас сделать вот так. И она аж внахлёст падает. То бишь в любую непогоду вы сможете закрыть ребеночка. Все на магнитиках. Все очень дорого и качественно сделано. Москитная сеточка. Все очень плотненько садится. Закрывается. Вообще огонь. Дальше. Соответственно, убираем секцию, чтобы у нас был доступ. И сразу хочу заметить, что здесь, как нынче уже модно, есть вот такая вот возможность откинуть. И, соответственно, чтобы ребеночку там проветривать, на животике он любит лежать, если, то можно это все закрыть. Внутри есть дополнительная вставочка. Вот с внутренней стороны она вставляется, чтобы дополнительно, помимо вот этой стеночки, закрыть сеточку изнутри, чтобы ребенку, не дай бог, ниоткуда не поддувало, друзья. Все очень хорошо. Внахлёст на замочке такая вот стеночка есть. Вот. Об этом позаботились. Соответственно, давайте сразу комплектацию вам назову, потому что здесь с этим все очень хорошо. Тёплый конверт будет в люльку и в прогулочный блок. Антимоскитка в люльку, антимоскитка в прогулочный блок. Дождевик в люльку, дождевик в прогулочный блок. Сумка, кстати. Клач. У этой коляски есть клач. Я вам сейчас чуть позже его покажу. Я вообще обалдел. Так. Ну, сумка, корзина, понятно. Адаптеры для высоты люльки и физменный подстаканник. Вот. Так что комплектации здесь есть всё. Но вот этот вот конверт, который идёт в комплекте, он же идёт и как накидка на ножки, но всё-таки конвертом в прогулочный блок. Там нет отдельной накидки на ножки. Но мне кажется, вот это вот бонус поприятнее, чем просто отдельная накидочка. В общем, всё очень здорово. Зимой утеплить получится. Вот такой вот бортик. Высоко поднимающий, хорошо закрывающий вот эту секцию. Всё на магнитиках, всё приятно. Доступ к ребёночку тоже очень хороший. Открываем замочки по краям. И, соответственно, можем сделать вот так вот. Опа. И у нас доступ к ребёночку. Вот такой вот идёт в комплекте матрасик. Тоже материал очень приятный. Но здесь, на самом деле, к материалам ноль вопросов. И в люлечке есть небольшой вот такой кармашек. Я не знаю для чего. Для сосочки, наверное, или ещё что-то. В общем, люлька здоровенная. Если, например, вы захотите использовать не этот конверт, а какой-то на шкуре, на овчине. Какой-нибудь такой крутой, дорогой. Они обычно такие большие. Сюда это залетит вообще в лёд легко. Поэтому всё хорошо. Также, что я ещё хочу сказать, друзья, по поводу люльки. Сюда вернёмся. Здесь есть вот так выдвигающаяся проспорка, которая фиксирует у нас люльку к раме. И мы убираем люфт полностью. Это вот фишечка такая спира. И задвигаем обратно. Ну, обалдеть, конечно. В общем, очень всё хорошо сделано. Кстати, чуть не забыл. С этой стороны точно же так же можно открыть, как и со стороны головы. Вот это точно вот редкость очень большая. В общем, друзья, люлька устроит вас на 200%. Да, вот я даже не сомневаюсь. Снимается легко. Ножки у нас есть. Снимается с помощью вот этой вот напатулины. В общем, за люльку я бы дал ей 10 из 10 баллов. Дальше смотрим с вами на прогулочный блок. Собственно, вот так выглядит у нас прогулочный блок. И сразу хочу заметить, что в нём очень приятный используется матрасик, который, в принципе, можно снять. Но, на самом деле, большого смысла в этом нет. Потому что он здесь, ну, снять для стирки, я имею в виду, удобно. А так использовать не очень удобно, потому что здесь сразу механизм ремней используется. И он будет давить ребёнка. Поэтому используется всегда с этим матрасиком. И он здесь с очень такой приятной тканью, как и такой мешковина. Знаете, мне очень нравятся такие материалы. Здесь пятиточные ремни с прорезиненными такими вот накладками на ремня. Мягкие есть на плечевой зоне накладки, на паховой зоне. И что мне очень нравится, здесь магнитный ремешочек. Просто прикоснулись, он сам подтягивается. Вообще супер. Вот. Кстати, ещё в подножке можно заметить вот сеточка, чтобы если влажные, грязные ножки, чтобы здесь не копилась вода, всё сразу будет уходить. Так, смотрите. Чтобы его поставить, нужно снять обязательно вот эти адаптеры высоты. Они нужны только для установки именно люльки непосредственно. Всё, ставим. Напомню, блок реверсивный и по ходу ставится, и против хода ставится. Козырёк у нас здесь тоже с дополнительной секцией. Здоровенный. Как по мне, очень. Так же, как и в люльке, есть вот такое вот отверстие с москитной сеточкой, закрывающейся крышечкой, тоже на магнитике. И обычно всех интересует вопрос о том, как будет козырёк в лежачем положении, закрывать ребёнка. Вот, собственно, можете сразу и посмотреть. 175, по-моему, градусов. Нет, 170 градусов у нас полностью практически ровная поверхность ребёнок лежит. И 110 градусов он у нас сидит. Как по мне, прикольно. Вот. Что касается, друзья, давайте по спинке сразу скажу. Здесь есть вот такой дополнительный кармашек, чтобы я вдруг забуду вам это показать. Здесь тоже есть такой небольшой органайзер. Очень удобно. Что касается ручки, друзья. В эко-коже, мягенькая, приятная эко-кожа. Всё супер. Регулируется у нас по высоте телескопическим образом. В общем, как по мне, обязательно при высоком росте нужно, чтобы коляска регулировалась именно телескопически. Чтобы вы при быстрой ходьбе не пинали раму. На самом деле здесь нет такой проблем, потому что дугу унесли наверх, и навряд ли вы достанете до коляски, и не будете вы её пинать. Здесь с этим всё хорошо. Так, и, друзья, прежде чем перейти у нас в основание к шасси, вот к колёсам, давайте посмотрим на сумочку. Сумочка здесь вот такая вот моднявая. Можно даже просто с ней ходить. Здесь, друзья, клатч есть. Я вообще обалдеть. Я никогда в жизни не видел в сумках колясочных клатч. Вот такой вот модненький, красивенький, со всякими отсеками там. Ну, просто красота. Обалдеть. Ну, в общем, кто её придумывал, ему показалось, что эта вещь полезная. Вот, соответственно, сумочка тоже с кучей кармашков, с пеленальником, с пирменным подстаканником. В общем, всё необходимое для модной мамочки здесь имеется. Но сумка действительно прикольная. Ходит же с такими мамочки. И просто так. Как по мне, прикольно. Вот. Продолжим. По раме вопрос изучать. Амортизация, друзья, здесь очень хорошая. Мягенькое шасси. Спереди тоже антишок есть. В общем, по плавности хода здесь, ну, из десяти я бы дальше восьмерочки бы не дал, потому что сюда бы ещё надувные колёса. Вот тогда десять из десяти. И плавность хода была бы прям на все десять баллов. Вот. А так здесь колёса не надувные. Просто они резиновые. И, соответственно, ну, благодаря этому она легче, на самом деле. Когда камерные колёса, обычно коляска, ну, килограмм-два потяжелее, чем такие. Ну, и плюс в том, что вы их никогда не проколите. В общем, всегда есть плюсы и есть минусы, само собой. Спереди колёса, естественно, с блокировочкой можно зафиксировать. Чтобы они не поворачивались. С этим всё хорошо. И тормоз тоже классный. Оба раза сверху нажимаем, не портим обувь. И, друзья, здесь ещё внутри в багажнике есть вот такая сумка, в которую можно тоже что-то положить, взять на плечо. В общем, здесь с этими вот вещами, с сумками реально бы инженеры заморочились. Заморочились, что я придумал. Багажник нормальный, классический, кстати. Без такого какого-то огромного доступа туда, к сожалению. Ну, в принципе, в бытовых моментах все потребности он все закрывает. И вот эта сумочка, она внутри к багажнику пристёгивается. Поэтому можно, не потеряйте её. Так, и теперь что я ещё вам не рассказал. Вроде по раме всё рассказал. Сборочка хорошая, классная, всё нормально. И давайте посмотрим, как она складывается. Её, кстати, большой плюс, то, что её можно сложить вместе с прогулочным блоком. Вот так вот опускаем. Вот таким образом. И по ходу, и против хода она вот так вот складывается. Поэтому для такой большой полноразмерной коляски я считаю, это огромный-огромный плюс. Так, сейчас я её разложу. Фиксатор здесь раскрою. Вот так вот. Здесь такой хитренький, маленький фиксатор, который можно сразу не заметить. Поэтому имейте в виду, чтобы у вас не было паники, что вы её открыть не можете. Как у меня была, когда я не понял, как её открыть сразу, сходу. Но опыт делает всё дело. Быстро нашёл. Вот, собственно, и всё, друзья. Всё, что хотел рассказать. Я вам рассказал, как по мне, очень достойный вариант сделала компания Espyro. Вообще, компания очень усиленно развивается. Всё лучше и лучше с каждым годом. Делают коляски, расширяют ассортимент. И, ну не знаю, ещё, наверное, годик-другой, и будет такой хороший конкурент. К тому же, например, Cybox, Britax. Хотя им они уже им конкурент. Они по цене конкурируют уже. В общем, я имею в виду в сознании людей. Уже это будет как отличный бренд в премиум сегменте. Он и так отличный. Вот, собственно, и всё, друзья. Добавить не больше нечего. Есть вопросы? Задавайте, пишите комментарии. На всё постараюсь ответить. А вам хочу, пожалуйста, сделать хороший, грамотный выбор и покупать коляску, если что, по ссылке в описании в магазине Первая коляска. Всем удачи, пока!